Привет всем, меня зовут Лидия, и сегодня я, так сказать, вот снимаю этот видеоролик, так сказать, по появлению души, будем так говорить. Не могу не поделиться о прочитанных книгах авторы Хэриот Джеймс, ветеринарный врач с более чем 40-летним стажем работы. Как всегда, подогнала мне эти книги этого автора, значит, моя дочь Даша, за что я не устаю ее благодарить. Вот, меня, в общем-то, видимо, мало людей таких, которые не любят животных, различных собак, кошек и иных, содержат у себя их, с интересом читают книги, о них, смотрят фильмы, поэтому меня это всегда очень умиляет, интересует, и я с удовольствием читаю подобного рода книги или смотрю кинофильмы. Естественно, рыдаю при этом, если трагически печальная история в этих вот братьях наших меньших. И вот меня настолько заворожили книги этого автора, их несколько. Он написал о всех созданиях прекрасных и удивительных, и все они о создании природы, о всех созданиях больших и малых, среди евркширских холмов и собачьей истории. Вот такие вот, столько книг мне дочь сбросила, так сказать, на мою электронную книгу, и я их с удовольствием прочитала. Прежде всего, мало того, что это специалист, как говорится, от Бога, ветврач, прям доктор Айболит, еще и лучше, наверное, который с юных лет решил стать ветеринарным врачом, но тогда, как он пишет в его мыслях, в его представлениях, в его мечтах, он думал, что у него будет клиника большая, прекрасное оборудование, хирургическое кабинет со всем тоже оборудованием, он в белоснежном халате, кругом чистота и порядок, и непременно лечит собак, кошек и иных мелких животных. Вот так он представлял, особенно собак, очень любил, имел несколько собак, в детстве у них были собаки и другие животные, поэтому вот решил и вот таким вот образом представил себе вот эту вот работу ветеринарного врача. Но, как он пишет, действительность была совершенно не таковой, и даже наоборот, потому что когда он закончил колледж ветеринарный, то это были 30-е годы, тогда еще впоследствии этой великой депрессии очень трудно было найти работу, тем более вот такому молодому специалисту без опыта, только-только окончишь теоретический курс, не имеющий никаких практических навыков, и поэтому и потребность для врача, в общем, снизилась практически до нуля. Иные специалисты помещали объявление в газету, что согласен работать только за стол, то есть только за питание и больше ничего. Ну вот ему повезло, значит, хотя он житель, так сказать, Глазго, городской, был исключительно паренек, он получил приглашение вот именно из вот этих вот, из Ирлширского графства, городочек там такой небольшенький совсем, 3000 жителей в нем, его, так сказать, наставник, будем так говорить, которым поехал представляться, зовут его Зигфрид, ну вот такие у них родители, так сказать, поклонники Большие Вагнера, композитора, назвали, значит, старшего сына Зигфрид, а младшего, извините, 300, отчего они мучились всю жизнь. Ну, тем не менее, значит, вот он понравился Зигфриду, владельцу этой ветеринарной клиники, так называемой, там приемная, и все, и кабинетик небольшой, аптека, помещение тоже чуланчик, различные основные инструментарии, еще древнейшие, древнейшие, которым уже и не пользуются с каких-то средних веков, и так далее. И вот, значит, он попал вот в этот городок, обслуживать приходилось мелких фермеров в основном, народ жил бедно, трудно, работа фермера от зари до зари буквально выматывает, все сам, и даже если есть помощники, работы хватает, хотя скота, как такового, может быть, не так уж и много не могли себе позволить, но тем не менее, концы с концами кое-как удавалось им сводить. И вот попав в этот небольшой городок, это постоянные разъезды, естественно, потому что фермеры в округе за много миль, его беспокоят и дюнно, и ночно, такова работа, что отел идет, так сказать, массовые, там, коровы телятся, овцы, значит, рожают, собаки попадались иногда, ну, свинья порос, это самое, конечно, самое распространенное, кого держали фермеры. И, вы знаете, он пишет не только о тех животных, с которыми приходилось сталкиваться, которых он лечил, он пишет о людях, прежде всего, о себе, о своей личной жизни и о людях, об этих вот грубоватых, можно сказать, необразованных, но, тем не менее, на столько отработящих, милосердных, добрых людях, вот просто диву дается. И вот меня всегда покупают в книгах, особенно доставляют удовольствие, когда автор не только знает предмет досконально, но умеет передать свои чувства. Ведь это очень сложно. Вот как вот передать словами, положим, радость, счастье, восторг и так далее, и тому подобное. Вот у него талант еще не только, так сказать, врача животных, но и талант, значит, пробудился, вот именно передать эти чувства, которые он ощущал. Единение с природой, как он останавливался зачастую, вот едет, когда с вызова с фермы, устаты, голодные, холодные, весь вываженные, так сказать, условия труда, там, где-то в хлеву или в загоне, а то и просто, так сказать, где-то там на пастбище, на улице, будем так говорить, в дождь и снег, холод, пронизывающие эти, когда ужасная погода, тем не менее, ты вот здесь, вот на земле, либо, значит, принимаешь роды, что-то не так пошло, либо там лечишь животное тем или иным, при этом ему приходится раздеваться до пояса полностью, никаких комбинезонов там или еще чего-то не было, вода, если есть горячая, принесут откуда-то, это хорошо, а то и ледяная, намыливает руку до плеча, так сказать, раздевается, ложится прямо здесь, навоз, и все, чтобы ввести, так сказать, руку в облагалище, если роды там, если плод неправильно прилегает, либо в пюмую кишку, если там чего-то непорядок, ну, в общем, короче, условия те еще, и он зачастую употребляет такие, когда же на вызов поступает, только ты призаснул чутка, час ночи, три ночи, четыре, звонок, значит, мистер Харет, не могли бы подъехать, вот у меня вот тут такие-таки-то проявления, и тот, значит, поднимаясь, по холоду, кое-как одевшись, едет, проклинает все, и вся, да боже, что мой, да что ж ты, не мог я выбрать какую-то другую профессию, там, шахтера или лесозакобителя, отработал сменную голова, не болит, никто тебя потом не беспокоит, ничего никак. Ну, это, так сказать, временные все, они у каждого бывают, как бы ты свою работу не любил, они и у меня в моей работе тоже были, когда проклинаешься я себя, да боже, что ты мой, да что ж это такое, невыносимо, вот так. И, передавая вот, вот из его, вот книг так пышет, вот эта вот доброта, милосердие, тепло вот это вот ощущаешь, просто невероятная такая удовольствие от того, как он рассказывает об этих, ну, видимо, записи он вел, потому что, вот уже спустя 40 лет он начал писать свои книги об этих животных, потому что, несмотря на то, что он постоянно указывает, как он лечит животных, то есть какие медикаменты, какие манипуляции, что и как, казалось бы, это чисто специально, но тем не менее, вот эти книги, это никак не перегружает, это очень интересно, я сама любительница, и о врачах читать, и о ветеринарных, то же самое, и мне это нравится, и я с удовольствием читаю, и вот прочитав, так сказать, все книги Хэрриота, я могу, наверное, уже идти ветеринарным врачом, но и не врачом, так филипсом, каким-никаким, настолько он все подробно, все это расписывает, как что делал, когда у него не получалось, когда он, исход трагический, если или поздно, значит, к животному вызвали, либо болезнь неизлечимая, либо там еще какие-то моменты, травмы несовместимые с жизнью, все это настолько выводило, вот так близко к сердцу все принимал, что вот просто сам не свой, если какие-то затруднения, одно лечение, второе, пятое, десятое, все пробует, не помогает, нет, звенит опять же владелец, мистер Хэрриот, у нас все по-прежнему, опять едет, опять днем и ночно, он ухаживает, он пытается, он находит какие-то, вот совершенно невероятные, способ помочь животному, его восхищает, постоянно, вот это вот чудо рождения жизни, когда он принимает теленка, игненка, поросенка, настолько они беспомощны, настолько они вот чудошные, такие умилительные, что просто душа переполняется восторгом, радостью, это ж надо, это ж надо вот такое вот создать, и вот как мать тут же начинает его вылизывать, и прочее, даже он употребляет такое выражение, что овца как бы так сказать усмехается после этого, когда игненка к ней подошли, поднесли, когда она, значит, его начинает вылизывать, она как бы такой смешок такой у нее похожий звук издает, что вот надо же, вот он мой, и вот все эти взаимоотношения животных, хозяев, их владельцев, ну тех же фермеров, а не только, поэтому, говорит, приходилось, конечно, лечить и собак, и кошек, и других животных, и для меня, это было, как передышка, вот после, так сказать, такой тяжелой работы с крупными животными, там, лошадьми, коровами, быками, и прочее, особенно страшные свиньи, я читала немножечко, но они действительно, когда за своих поросят, это только она поросилась, все, она никого не подпускает, она настолько молниеносно действует, она может это до смерти упустить, и трудно придется тому, кто не успеет, так сказать, удалиться на безопасное расстояние. Меня очень порадовало, так сказать, ну, в законном, человек, как говорят, очень такой позитивный, весьма позитивный, добра так из него так и полет, и поэтому и к миру-то относится он как-то вот так тоже позитивно, что да, да, все люди хорошие, они, несмотря ни на что, все они разные, животные разные, вот он описывает характеры каждого, просто абсолютно разные, одной и той же породы, вообще вот с таким удовольствием он описывает вот эти вот характеры, разные отношения, как проявляется этот характер, добродушно ли он, как к детям относится, хозяям, вот эти вот теплота, вы знаете, трагедия всегда, когда животное, когда ты его содержишься, он по тем или иным причинам погибает, и вот он описывает такие случаи, что просто говорит, я не могу найти слов, когда вот владельцу такого животного приходится, не знаю, найти даже, говорит, таких слов не могу, как ему сказать об этом, что все, все бесполезно, что животное погибает, ничего сделать нельзя, это просто, говорит, их настолько потрясает, и этот отпечаток, эта печаль, она остается еще на долгие-долгие времена, мне знакома, тоже такая вот ситуация, и вот о милосердии хотела бы, он многое об этом пишет, о добрых людях, описывает сестру Розу, медицинская сестра, обыкновенная, заработки, конечно, не найти какие, и в те времена еще там, каких-то три шиллинга в неделю, но тем не менее, он там свой домик был, и она организовала, типа, вот привязалась, бродячие, брошенные собаки, и она их прибирала, кормила за ними, ухаживала, лечила, ну, то есть, вкладывала свои деньги, там, какие-то распродажи, что-то как-то, но доходы нефти какие-то, это как были, но тем не менее, она с таким энтузиазмом этим занималась, а потом, значит, вот, добрым людям пристраивала всех этих животных, тех или иных, чудесный человек, как он о нем, о ней пишет, или меня вот потряс такой случай, значит, некий кабачок там, куда с вызова вечером, или когда заезжал этот ветворач, фермеры окрестные, жители этого городка небольшого, тоже вечером, собирались там, выпить кружку другую эля, поговорить, ну, вот так вдохнуть, будем так говорить, трудов праведных, и вот он описывает, значит, был там завсегда-то такой старый, уже глухой совсем, ничего не слышал, и вот он вечера проводил, вот за кружкой этого эля, вот в этом кабачке, мужики, такие, вот эти, все такие грубоватые, масса, и вот у этого вот престарелого мужчины собака была, и вот она всегда сидела с ним, значит, под его тубаретом, тоже уже пожилая весьма, и однажды, он просто увидел ее, увидел ее глаза, они все вот от гноя, значит, слиплись, он сразу поставил диагноз, что третье века там, если оно заворачивается, вот ресницы, сарапают, вот этот гноя, все, глазное яблоко, и доставляет страдания, такие животные, он не может смотреть, он постоянно глаза прикрывает, не вносит свет, ну, то есть, страдает животное, и вот этот тарач, то ему, кричит в ухо, что, эй, мол, мистер такой-то, собака-то, миг ваш, болеет, видите, что с ней творится-то, может, помочь надо чем-нибудь, он, а, она все время застужается, да застужается, вот и глазами там не ладни, ничего, пройдет, и вот таким вот образом, значит, он несколько раз предлагал свою помощь, тот, нет, все это нормально, ничего, но, ведь врач-то понимает, как собака страдает, как ей больно, как зрение и прочее, вот как без этого, ну, и окружающие-то мужики, вот эти вот грубоватые фермеры, и другие работяги, они видели это все, как он предлагал свою помощь, как это в общем-то, довольно просто делается, но тем не менее нет, и все, тот не соглашается, ему не надо это было, и вот однажды, к этому, например, еще в приемной, заваливается толпа мужиков, штук шесть, наверное, и они говорят, вот, например, миссия, вот без операции никак нельзя, что вот собачка страдает, мы же тоже это видим, он говорит, нет, никак нельзя, но тот-то бедный человек, естественно, где-то стоит это денег, операция, поэтому, мужики говорят, мы вот тут поговорили между собой, и решили, чего уж там сбросимся, там из каких-то фондов, что-то там они откладывали, мы вот с мужиками-то сбросимся, и вам-то и заплатим, а вы уж прооприруйте собачку-то уже пусть, он говорит, меня настолько вот увелило, настолько, говорит, я вот восторгся вот таким порывам, вот этим милосердием, вот этих рыбоватых мужиков, и вот они, значит, собрали фунт, по ним временам деньги немалые, принесли ему, собачку принесли, и они все столпились, я, не в силах было просто прогнать из кабинета, где операцию проводил, они, значит, все столпились, и все смотрят, и вот начал я операцию, самый большой из них, где-то свыше 6 футов ростом, здоровяк, значит, там, касаясь, к сожалению, в плечах, значит, где-то он свыше, выходит, двух метров ростом, такой вещь из себя задубел, и, казалось бы, непробиваемый, и он, говорит, начал оперировать, он, говорит, посмотрел, побелел, позеленел, те говорят, ой, ой, что-то плохо, ему уже вывезти надо, и не успели, грохнулся в обморок, это грозное зрелище, ну, правда, когда-то им близки, мель, ну, все благополучно завершилось, когда я все это сделал, от анестезии очнулась собачку, распахнула свои глазки, такие молодые, такие блестящие, такие красивые, такая радость, и вот они довольные потащили, я потом, говорит, врач, пишет, я потом опять кабачок-то в этот, зашел в очередной раз-то, и кричу, владелец, ну, что, мистер, как вот собачка-то, видите, выздоровела, а, она все застуживалась, застуживалась, вот, видите, прошло, ну, вот так вот, как бы, такой вот случай, о брошенных собаках, с таким гневом, с таким, вот просто, не знаю, с такими чувствами, он пишет, описывает, пару случаев таких, когда прекрасная собака, где еду я, с вызова, и бежит по обочине, по дороге, прямо в пёс, причём, вижу, что ухоженный, то есть, не голодный, не отощавший, шерсть такая, ну, красавец просто, и бежит, и бежит, и бежит, и бежит, и прибавляет скорость, и бежит, и я, говорит, уже нагнал его, остановился, и к нему подбежал, и вот так, остановил, вижу, что след от ошейника, то есть, хозяева собаки были, почему, вот она оказалась, это, во многих, многих километрах от жилья, куда она бежит, и вот, говорит, я её взял, посадил машину, она, значит, головой вертит, и только поехали, я, говорит, понял, что, видимо, её привезли на машине, она привезла к машине, привезли на машине, и выбросили, бросили её, по тем или иным причинам, они, конечно, неизвестны, и вот собака бежит, всю дорогу бежит, по дороге, и надеясь, что она догонит, что её вернует, это просто вот, читать об этом без слез, нельзя, он привёз её к себе, она не ела, естественно, ничего, тосковала, не пила, и вот, привязались они с женой уже, к этой собачке, ну, уже и своей есть, и комнатка одна всего, где он проживал тесно, как-то надо, и вот он позвонил, вот этой вот медсестре, Розе, говорит, вот так, так брошенная собака, конечно, привозить, вот он её привёз, говорит, может, она тут повеселеет, всё-таки с другими собаками, в отдельном, Валерчике, её там посадили, прошло вот некоторое время, недели две, наверное, и у меня, вот эта собака из ума не идёт, я просто, у меня всё внутри кипит, у тех хозяев, которые так поступили, с этим преданидшим существом, и, я, говорит, потом заехал, к мысестре, так это, ну, как Пип, Пип его назвали, она, говорит, вчера забрали, такие хорошие люди, это просто, говорит, замечательные, прямо сразу они его выбрали, излигают, собака, как бы, к ним пошла, с удовольствием, к ним, владельцы к нему потом пришли, они, такие основательные, он чиновник какой-то бывшего представления, переехали в деревню, он говорит, я вот, мистер, изучу литературу, вот такую книгу прочитал об уходе за собаками, вот такую, вот сякую, вот пятую, у меня вот вопросы, такие, то есть, с такой серьёзностью сразу видно, что люди добрые, и тут они получат уход и прочее. Или ещё такая история, тоже о собаке, когда из полиции мы позвонили, значит, местные констерии были, говорит, мистер, говорит, поступил, говорит, сигнал, там вот в таком-то домике, где-то из сарая, пробегал мимо, говорит, услышала собаку скулить, она не воет, не лает, она просто скулит, жалобно-жалобно, говорит, надо посмотреть, что это такое, я говорю, знаю этот дом, там хозяева, ну, они несколько психически неполноценные, говорит, придурковатые такие, и о них идёт слава, поэтому, может быть, всякое, вот они поехали туда, сарай там заброшенный какой-то, зашли туда, в этот сарай, темно, сидит собака на цепи, собаке на вид где-то год, представьте себе, что собаку вот взяли, год она сидит на цепи, вот одно место вот здесь, её не кормили, она отощавшая, вся шерсть там повылазила, на язвами покрыта, здесь же экстременты, вот эта ямка такая, где она вот уже год без света, без еды, по сути дела, редко-редко, видимо, заходили, что-то, может, ей бросали, и она вот такая, он говорит, очень много о доверчивости, вот этих вот созданий, из тех, что они вот доверяют людям, особенно вот собаке, они верят им, не смотря ни на что, и хотя вот собака вот в таких условиях, не человеческие будем так говорить, да, не собачьи, и она не лопщая, так сказать, будто так и надо, ну, так что, это ж хозяин, это ж превыше всего, она только поскуливает тогда жалобно, вот и всё, и больше ничего, и вот забрали, значит, эту собаку, там была такая жительница, в этом городке, она вездесущая была, она всё буквально знала, говорит, куда бы я ни приехал, что бы там ни было, она везде была, у неё на всё своё мнение, особенно в лечении там животных уходит, и тут, а у неё, у этой женщины как раз погибла собачка, пришло какое-то время, я говорит, я заветовал, что заведите собаку, я всем советую, что нужно завести другую собаку, это вам как-то поможет, она, нет, я не могу, просто смысл жизни потеряла без этой собачки, вот он увидел, что она тоже выглядывает где-то там, ну, я, так громко сказал, что закон таков, что собаку в полицию забирает, там 10 суток, значит, её в конуре выдерживают, вдруг объявится, значит, кто-то чего-то, ну, всех брошенных собак, то же самое, вот, если уж ничего, то либо усыпляет, либо там, конечно, всё это печально, ну, он полицейскому-то отвёл в сторону, или говорит, что ему, это, закон-то, понятно, таков, но собачку уж так жалко, так натерпелось, так натерпелось, давайте, значит, мы её, всё-таки, в обход этого, отдадим, вот, в хорошие руки, кто-то её возьмёт, вот, просто я сейчас скажу, он, ну, такой хороший был дядька, полицейский, ну, ну, ладно, поступлюсь уже вроде своими, и вот, говорит, миссис, там, выглядывает где-то, задеяк, громко так говорю, что собака может погибнуть, поскольку, значит, она крайне отощавшая, у неё язвы там по всему телу, значит, клочья эти, шерсть её вылезает, и прочее, неприглядная весьма, собаке нужен уход, что её надо тщательно вымыть жидким мылом, тщательно, значит, расчесывать, ухаживать, и так-то, и так-то, и вот она, тут можно я её, я же справлюсь, вы же знаете, я умею ухаживать, а ну, как бы не хотят, ну, давайте попробуем, и вот он потом описывает, как это, как за этой собачкой она ухаживала, какой пёс был, стал великолепен, когда почувствовал вот истинную заботу, любовь, нежность, ласку постоянную, вот как они по городку поэтому идут, ушагивают, вот этот красавец, вот этот пёс, весь ухоженный, лоснящийся, значит, такая шерсть, и она вот к нему подойдёт, это миссисто, и люди мои говорят, ну, как мистер Харшин, вылечила же я собачку, ну, и вот таких историй, масса, масса и масса, и так вот они написаны, просто вот, замечательно, что я получила истинную удовольствие от всех прочитанных этих книг, просто я не могла оторваться, а потому рекомендую, весьма кто интересуется животными, их жизнью, и прочим, эта книга очень хорошая, спасибо, до свидания.